Минздрав России Людмила Геннадьевна, зачастую, насколько я это слышала в народе, гепатит С сразу же приравнивает к циррозу. Что это вообще за заболевание такое? Расскажите нам, пожалуйста. Конечно, гепатит С и цирроз – это разные вещи, это абсолютно не одно и то же. Гепатит С – это инфекционное воспалительное заболевание с преимущественным поражением печени, которое может протекать в острой форме и хронической форме. Также хроническая форма может переходить в цирроз печени, это уже заключительная стадия, и также может переходить в рак печени, это гепатоцеллюлярную карциному. Причины вирусного гепатита С – это гипотропный РНК, содержащий вирус, который относится к семейству флавивирусов. Он содержит большое количество генотипов, это 8 генотипов и несколько десятков субтипов. То есть вирус достаточно разнообразен. Был открыт он в 1989 году и стал более подробно изучаться только с 1990 года. То есть в принципе вирус, скажем так, обнаружен был не так давно, это около 30 лет всего лишь. А как заражаются этим заболеванием? Пути заражения данного заболевания – это естественные и искусственные пути. Естественные пути встречаются наиболее реже при гепатите С. Это половой путь передачи, он составляет не более 3-5%. И естественный путь второй – это вертикальный путь, то есть это от матери к ребёнку во время беременности, либо во время родов при прохождении ребёнка через родовые пути. Здесь риск составляет также от 3 до 5%, в некоторых случаях до 10% риск передачи ребёнку. Основной путь передачи – это парентеральный или искусственный путь. Что это такое? Это в наше время передача при употреблении наркотиков внутривенных, это медицинские манипуляции, это травмирующие косметические процедуры, такие как маникюры, педикюры, пирсинги, нанесение татуировок. Это основной путь заражения в наше время вирусным гепатитом С. То есть если не стерильные предметы у мастеров маникюра, то есть риск? Конечно. Расскажите, как это заболевание себя проявляет? Вот как человек узнаёт, что он болен? Всегда ли это происходит как-то сразу? Какие симптомы? Ну, к сожалению, что здесь заподружить вирусный гепатит, скажем так, очень сложно. Даже острый вирусный гепатит, казалось бы, острое заболевание, он должен протекать клинически ярко. Он протекает с клиникой всего лишь 10-20% случаев приблизительно. То есть это когда пациента беспокоят слабость, утомляемость, появляется желтушный склер, появляется желтушность кожи, появляется дискомфорт в эпигастре, в правом подреберье. Боли в животе появляются, диспепсические расстройства могут быть. Такие пациенты, конечно, попадают в поле зрения врача, и, как правило, острый период проходит у них в стационарном лечении. И затем они возвращаются на долечивание к врачу-инфекционисту в кабинет инфекционных заболеваний по месту жительства. Но, к сожалению, все остальное, это примерно процентов в 80-10 случаях, протекает латентно. Как правило, пациенты даже не замечают, что они перенесли островирусную гепатит С. Ну да, заболел. Это может быть слабость, какая-то утомляемость, какие-то респираторные, диспепсические проявления, на которые, как правило, мы, если они совершенно легкие, никто не пойдет к врачу, никто на это особое внимание не будет обращать. И зачастую в каком состоянии к вам попадают пациенты? И зачастую пациенты дали вот эти 80%, которые не выздоравливают, процесс переходит в хроническую форму. И протекают долгие годы скрыто, абсолютно латентно. Основные симптомы, которые беспокоят пациентов, это слабость, это снижение работоспособности, это повышенная утомляемость. Когда пациенты уже где-то примерно к 12 часам дня, то есть чувствуют себя настолько уставшими, будто они мешки с картошкой таскали. Это основные симптомы, может быть еще головная боль, плохой сон. Опять же, к заболеваниям печени такие симптомы редко кто относит и обращается к врачу с такими симптомами. Основное же, когда пациенты попадают в поле зрения врача, это уже признаки цирроза печени. То есть когда процесс уже длится долгие годы и уже развивается фиброз третьей-четвертой степени с признаками цирроза печени. Цирроз, давайте поясним, это у нас что? Да, цирроз печени – это выраженный фиброз, фиброз четвертой степени и выше. Это когда печеночные клетки уплотняются настолько, что там развивается соединительная ткань, печень перестает работать нормально, выполнять свою функцию. Клинически это проявляется накоплением жидкости в организме, теки на ногах. Это увеличенный живот, асцит. Живот может выглядеть на 6, 8, 9 месяцев беременности в зависимости от степени выраженности асцита. Это часто пациенты диагностируются цирроз только при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода. Это вообще острое состояние. С таким состоянием пациенты чаще попадают к хирургам. И пациентам ставится диагноз цирроза печени. И кто чаще попадает к вам? Дети, взрослые, вот с таким заболеванием, с таким диагнозом? Чаще, конечно, болеют взрослые у нас с гепатитом С. Мужчины, женщины здесь нет разницы. Болеют примерно все одинаково. Единственное, что по возрасту чаще всего все-таки регистрируются в возрасте старше 30 лет. А так регистрируются и в 40, и в 50, и в 60, и даже в 70 лет впервые диагностируются гепатиты. Среди тех, кто к вам приходит, процент тех, кто заразился, вот вы сказали, искусственным путем, он преобладает? Чаще всего, конечно. Редко, когда в семье больный муж и жена, то есть это говорит о каком-то естественном пути, да, заражение половом. От матери к ребенку за мою практику был всего один случай, когда ребенок заразился внутриутробно. За мои 20 лет работы это был единственный случай. А дети? Дети заболевают? Дети заболевают, да. Но соотношение детей к взрослым процент совершенно небольшой. Если брать, допустим, в разрезе нашей поликлиники, ну, примерно на 300 пациентов, которые сейчас на данный момент уже выставлен диагноз, они находятся на учете 5 детей. Соотношение примерно вот такое. Вообще, насколько в крае распространено это заболевание? Насколько для нас это проблема, скажем так? Ну, эта проблема, конечно, очень большая. По распространенности официально на диспансерном учете, то есть состоит всего 9 тысяч пациентов. Но это, конечно, только верхушка айсберга. Потому что есть, допустим, исследование Всемирной организации здравоохранения, которое говорит о том, что антитела гепатит УЦ выявляются примерно в 1% населения земного шара. Это более 70 миллионов человек. И при этом, при дальнейшем исследовании, потому что наличие антитела не говорит о наличии вирусного гепатита С абсолютно. Оно говорит только о том, что нужно проходить дальнейшее обследование. И вот как раз при дальнейшем обследовании у 2-3 пациентов выставляется диагноз хронического вирусного гепатита С. И 1-3 пациентов – это те люди, которые переболели острым вирусным гепатитом С. Это те 30%, которые выздоровели. Но наличие антител в крови у них будет всегда. Но оно не говорит о наличии гепатита. А бывает так, что человек переболел гепатитом С и даже про это не знал острой формой? Конечно. Я же вот только что вы уже сказала, что 80% – это латентное течение. Пациентов, как правило, гепатит выявляется случайно. А перед оперативным лечением – это обязательно обследование – чаще всего выявляется перед оперативным лечением. Пациент приходит, сам того не знает, когда было, что было. И выявляется маргер и гепатит от С. Но там при обследовании дальше видно, либо он переболел, и маргеры будут в крови пожизненно, либо у него есть вирусная гепатица. Это пока же дальнейшее обследование. То есть такая простая процедура, как тот же маникюр, вот с ней теперь нужно быть, скажем, нашим зрителям немножко поаккуратнее. Да, это все зависит от мастера маникюра, насколько качественно он проводит обработку своего инструментария. Сейчас Минздрав проводит, на этой неделе проводится как раз-таки неделя, да, она приурочена к борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита. Вот в вашей поликлинике какие-то мероприятия проводятся сейчас? Да, в нашей поликлинике проводятся мероприятия, я думаю, вот такие же мероприятия проводятся везде. Самое главное мероприятие – это информирование пациентов. Информирование пациентов о том, что такое гепатит С, как он протекает, какие пути заражения. Что гепатит С – это абсолютно не приговор, как раньше его называли, ласковый убийца, как можно сейчас в старых сериалах встретить у меня гепатит С, ласковый убийца. Это совершенно не так. Гепатит С в наше время лечится и вылечивается полностью. Поэтому пациентов информируем о профилактике, о том, что если выявлены антитела, нужно пройти дальнейшее обследование, что наличие антител не означает уже хронические вирусные гепатит С, а только то, что нужно пройти дальнейшее обследование. У профилактики обязательно гепатита С. Раздаются буклеты в школах, информационные бюллетени вывешены и беседы с пациентами. Это самая главная профилактика. То есть в любом случае, если у человека есть недомогание, есть слабость, нужно идти обращаться к врачу. А далее? Конечно. К какому врачу? Куда идти? Первичное обследование у врача-терапевта. Он наверняка отправит на УЗИ. И далее? Сделается общий биохимический анализ крови, УЗИ внутренних органов. И там, если выявится симптомокомплекс, подтверждающий поражение печени, уже будет более углубленное обследование. В названии заболевания фигурирует хроническое вирусное. Всегда ли заболевание гепатит С – это приговор, если это хроническая форма? Конечно, нет. Гепатит С в наше время лечится и вылечится. Хронические вирусные гепатит С. Многие пациенты еще по старинке думают, что это приговор. Это совершенно никакой не приговор. Противовирусная терапия в настоящее время проходит очень легко. Это прием таблетированных препаратов практически без побочных эффектов. Это 1-2 таблетки в день в течение, допустим, 8-12 недель в зависимости от препарата. И пациент здоров. Проводится контрольное обследование через 12 недель после лечения, после курса лечения. И если вирус не определяется, пациент считается здоровым, диагноз хронического вирусного гепатита С ему снимается, и он снимается с диспансерного учета с выздоровлением. Когда человеку идти заниматься профилактикой? То есть в какой момент ему нужно пойти к врачу, просить, я не знаю, прививку, может быть, какую-то есть, кстати? Ну, здесь, к сожалению, специфической профилактики нет, она не разработана, поскольку здесь 8 генотипов, большое количество субтипов, поэтому разработка вакцины здесь затруднена, так же, как и при ВИЧ-инфекции. Поэтому специфической профилактики нет. Здесь профилактика, она больше всего связана именно с выявлением источника инфекции, с выявлением больного человека. Для чего? Для того, чтобы его вылечить. Если человек мы вылечим, значит, он уже не является источником инфекции, он уже никого не заразит. Это первая и самая главная профилактика. Потом, конечно, профилактика направлена на прерывание путей передачи. Это стандартные виды профилактики при любом инфекционном заболевании. То есть воздействие на парентеральные пути передачи. Это, конечно, ограничить переливание крови. Это пожизненно показания переливания крови. Это обследование доноров, согласно санитарным правилам, не только на антитела, но и на РНК вирусного гепатита С, чтобы исключить сдачу крови в латентный период острого вирусного гепатита. Поскольку антитела выявляются только через 12 недель от момента заражения, человек уже может быть больной. Поэтому нужно исследовать на РНК. Обязательно проводить по строгим показаниям все инвазивные медицинские диагностические процедуры. Использовать больше одноразового инструментария. Это обязательно. Также соблюдать дезинфекцию, предстерилизационную, стерилизационную очистку медицинского инвентаря, всего оборудования, инструмента медицинского. То есть быть предельно внимательными. Да. Расскажите, а кто в зоне риска? В зоне риска на самом деле большое количество людей. И они определены специальными приложениями к действующим санитарным правилам, которые вышли в 2021 году. Прежде всего, это, конечно, медицинские работники. Это те, кто проводит оперативные лечения, те, кто работает с кровью. Это хирурги, это операционные медицинские сестры, это отделение анестезиологии, реанимации, это стоматологи, акушеры, гинекологи, гастроэнтерологи, инфекционисты, работники скорой медицинской помощи. А также это беременные. Обязательно обследование в первом-третьем триместре беременности. Это пациенты таких отделений, как наркологические отделения, фтизиатрические отделения, дерматовенерологические отделения. Это пациенты отделений гемодиализа. Это пациенты онкологических отделений. Обязательное обследование перед химиотерапией проводят. Это больные с ВИЧ-инфекцией подлежат обязательному обследованию. Больные с сопутствующими другими заболеваниями, такими, как вирусный гепатит В, обязательно подлежит. Это дети, рожденные от матерей с острым, либо хроническим вирусным гепатитом С. Обязательно должны быть обследованы. А на сроке 4-6 месяцев – это обязательное обследование. Это рецепиенты крови, это обязательно доноры обследуются. Насколько велик? Очень большой объем. И также лица с большим количеством случайных половых связей. Это те люди, которые должны обязательно проходить обследование на вирусной гепатит С. Людмила Геннадьевна, спасибо вам за беседу. А я напоминаю, у нас в гостях была Людмила Мурушко, врач-инфекционист городской поликлиники номер 14.